Всем привет! Мы продолжаем проходить Телзовый Берсерия, но и у нас, во-первых, завершилась экспедиция, я уже сразу выбежал из города, чтобы не тратить на это время. Лайманово море. О, базовый тренер в Карангетсу. Ну, давайте исследовать дальше. А что у нас там в навыках? Базовый тренер в Карангетсу. И получилось, или что? Неважно. Ну, так вот. Во-вторых, левый триггер, такие используют вот этот флакон Иноха. Отлично, с этим тоже разобрались, ну а нам с вами надо помешать засаде на тракте Данана. Я думаю, с учетом того, что теперь мы научились использовать флаконы, мы просто с вами обратно... О, опасный противник. То есть мы здесь можем получить какую-то ништячную штуку, в итоге. Это приятно. Типа он опасный, потому что там сразу два монстра? Пачкать, что ли? Вроде все целы. Благо, не приходится постоянно заботиться о компаньонах. Еще ни разу не было такого, чтобы один из наших компаньонов взял и трагически погиб. Ну, только мы сами так бы умудрились один разок отдать велвет. Ну, тоже было не так страшно, потому что дальше компаньона был в автоматическом режиме, а разложили бумон. Бедные чуваки даже из станов не вышли. Что-нибудь мы за это получим? Обычный жилет, интернет-кленок. Ну, не очень-то мы пополнили с вами наш арсенал. Ну, и будем искать, где же эта засада. Нам надо вернуться на трагданона. Точнее, мы уже, получается, на нее вернулись. И, видимо, нам... А, тут все рядом. Прекрасно. В этот раз даже бежать особо много не надо, и я бы флакон зажмутил. Ого. А как они повозку перевернули? Эй, отойдите. Это... Это наша еда. Но после предыдущего боя, боюсь, что вот этот нас не впечатлит точно. Ух ты, мы с вами смогли выполнить спомбу, на которой нам раньше шкалы действий не хватало. Это, кстати, прогресс. Вот с этим вот шудо-тычком. О, прикольно. Лежи, Мартын, и все. Значит, засаду строили демоны? Так вот почему именно нас отправили предотвратить нападение. Врачи? Похоже, они сбежали. У них тут далеко не врачебные штуки были. Кажется, им нужно было это... Лекарство с печатью собора? Этот шейный платок, он принадлежал... Ага, такие платки были на всех троих. Это что-то означает? Они были обычными демонами. С агрессивными тварями, которые набрасываются на ни в чем не повинных. И что, типа все на это? Работа выполнила. Пора уходить. Давайте с вами сразу встретимся в таверне, потому что, ну, реально, на две локации у них не хочется по контракту. И у меня такое ощущение, что мы с вами первым крестом взяли самые дальние. Ну, а тут у нас появился разговорчик. Кстати, все ребята, мимо которых мы только что прошли, разговаривали о нас. А что именно они говорили? О том, что нужно быть осторожнее, и что демоны, которые сожгли хиловец и прорвались через морской флот, уже недалеко от столицы. Если учесть, как нагло мы себя вели, все относятся к случившемуся вполне логично. Мы прославимся довольно скоро, как только убьем спасителя этого мира. Похоже, так будет веселее. Веселее? Почему? Те, кто пытаются нас поймать, назначат за наши головы высокую награду и развесят повсюду плакаты о розыске. В зависимости от того, кто будет рисковать, каждый портрет может выглядеть совершенно иначе. Ты понимаешь, о чем я, Айзен? А, я видел дюжины своих портретов. Одних я выгляжу как монстр, на других как обаятный юноша. Это так увлекательно. Это так увлекательно. Надеюсь, я скоро попаду на плакат о розыске. Тогда постараюсь устроить серьезную бучу. Хорошо, я уж постараюсь. Да уж. Ладно, бабуль. Вы прекрасно со всем справляетесь. Признаться, я поражена. Ну, видимо, осталось только вот это. Я хочу, чтобы ты уничтожила товары в красных ящиках на складе в Зексоне. Да? Ну, нужно сделать еще кое-что. Я уверен, вам это не составит труда. Уничтожить красные ящики на складе не очень приятное задание. А мы хоть когда-то делали что-то приятное? Ха, полагаю, что нет. Это работа по заказу, так что постараемся обойтись без особых затрат. Нет, я вызову Ван Эльтию, чтобы отвлечь охрану. Будь добр. И что нам придется уничтожать? Кто знает, не два ли это наша забота? О, на складе в Зельцине это, простите меня, где? А, это аж вот там. А давайте туда попробуем. Ну, да, перенесемся по флакон Южный ход к Зексону. Как быстро здесь все прогружается локацией. Так, а здесь что-то обновилось, смотрите. Там есть чувак, который нам хочет что-то сказать. И Зексон, Зексон, вспомнить бы мне. Но мы же правильно, мы же здесь. Кажется, здесь, да. И вот тот вот северный проход нам как раз поможет. Но сначала давайте... Вот почему котик анимирован так ощущение, что в трех фпс? А, не, не здесь. Значит, дальше. Просто это очень странно выглядит. И как-то ломает голову. И вообще все. О, коту-сундук. Да. Мы нашли котика. Видимо, все, да? Вот так. Вы слышали? Вы слышали? А ботство возводит свою новую базу. Говорят, тут огромный храм где-то в горах, возле древних развалинок. Вместо того, чтобы строить храм, могли бы убить больше демонов. Вы уверены, что здесь безопасно такое говорить? Ха, я отличаюсь от всех этих неудачников, которые приходят в экстаз от славских слов пасты и игнорируют. До сих пор никто не нашел способ лечить демонов в порчу и демонов повсюду в пруд-пруде. Да, дела не настолько плохи, как могли бы быть, но мы до сих пор не знаем, что нас ждет дальше. Только подумайте, возможно, пока мы разговариваем, демоны проникают в город, а мы даже не догадываемся. Точно, вы совершенно правы. Меня ни за что не обмануть, не надуть, не обдурить и не облапошить. Я вам не какой-нибудь тупица. Ну да. И при этом не заметил демонов перед своим носом. Ладно, охрана ушла, заходим. Бенвик с командой постарались на славу. Что нас здесь ждет? И... А, вот они, красный ящик. Красный ящик. И должно быть, это и есть наша цель. Печать Миндганского собора. Может, заглянем вовнутрь? В этом нет нужных. Сожги их, Лефицат. Хорошо. Тут мы закончили. Идем. Ну, никто нас так просто не выпустит, да? А, да. Штурм сильно нас задержал. Я должна как можно скорее явиться к Лорду Арториусу. Хе-хе-хе. А, это ты? О, привет, Плакса. Элеонор Хюм, претер-экзорцист. Ну, снова началось, да? Ух ты. Так, а давайте-ка кого-нибудь другого выберем в качестве цели, да? Чтобы сразу набрать этих звездочек. Ну, что ты? Куда-то уворачиваешься, друг? Во. О, охоботили. Ну, а теперь давайте комбо в нее влепим. И сейчас еще разочек охоботим. И теперь дорогой комбо, на которой нам раньше не хватало, а теперь хватит. Собираешься драться без своих малахимов? Нет. Это ты склад подожгла. Люди трудились, не покладая рук, чтобы выстоять во время кризиса. Как ты посмела уничтожить то, что они создали с такими стороннями? Просто я не человек. Ты заплатишь за это, демон. У нее есть еще малахима в запасе. Я защищу вас, госпожа Элеонор. Сразись со мной, демон. Он такой милый. Правда? О, наконец-то я тебя нашла. Этот скверный-скверный голос. Бьенфо, ах ты предатель. Теперь ты из моих когтей не вырвешься. Тут только не она, нет. Что творишь? А ну иди сюда и сражайся. Эй, смотри, это дым. Да, пожар! Огонь уже достаточно разгорелся. Пора делать ноги. Ты идешь с нами? Отпустите, ведьмака радует! Госпожа Экзорцесс, что случилось? О, вы тяжело раненые. Ничего, потерплю. Собирайте людей, потушите пожар. Слушаюсь, госпожа. Скажи, ты знаешь, что хранилось на этом складе? Эээ, в основном, нектар, я полагаю. Крупная партия лекарства, выведенного перед священником, гидеоном для отправки врачам в разные концы страны. Лекарство, которое дала церковь? Зачем кому-то его уничтожать? Это лекарство и вызывает порчу, может быть, а? Открывает случайные навыки второго урона. Похоже, мы в безопасности. Ай-яй-яй-яй, о горе и мучения! Этот маленький перевесчик ведь был прямо передо мной! Ладно, Мэн, теперь я хотя бы знаю, где его искать. Искал именно того странного маленького Малахима? Его самого, Малахима Бьенфу. Это непостижимо порочное, обманчиво милое существо разбило сердце несчастной девушки. Лишь бы мне, наконец-то, его поймать. Кто знает, на что я способна. Не уверен, что понимаю. Я тоже. И хорошо. Молишь, что никогда и не поймешь. Мы выполнили все задания. Пора возвращаться к старухе в таверну. Ха, вижу, это Мапа Кари пришлось тебе по душе. Что? Правда? Меня не спрашивай. Велвет, а тебе оно не показалось вкусным? Этого я сказать не могу. Что? Она совсем не чувствует вкуса еды. По словам Велвета, она никогда не может насытиться. Единственное, что она чувствует на вкус, это кровь. О, понятно. Ну, если мы побежим вот так, мы соберем сколько тут уж котиков, но с другой стороны, если мы телепортнем, мы окажемся с нами. В чем дело? Ты выглядишь, мы очень необычного. От меня есть какая-нибудь реальная польза. Ты можешь разрубить любого врага на части, а из-за не сбить его. Велвет сильно, она может поглотить что угодно. А я не умею драться, и, очевидно, всегда в угрюмом настроении. Тебя это беспокоит? Нападение в бою — это еще не все. Наносить урон врагам не имеет смысла, если ты не остаешься в живых, чтобы потом рассказать об этом. Мы всегда сражаемся в полную силу благодаря твоим исцеляющим приемам. Он прав. По крайней мере, в отличие от Маджилу, от тебя хотя бы есть польза. Ты сравниваешь меня только с Маджилу? Нет, я не то имела в виду. Я просто хотела сказать, что она вообще никогда не помогала. Нельзя заснуть и на утро уже все знать и уметь. Что? Ты получил свободу совсем недавно. То, что ты сумел столько продержаться с нами, уже само по себе подвиг. Сила приходит к тому, кто постоянно совершенствует разум и тело. Не падай духом и работай над собой. Ты опомниться не успеешь, как все у тебя получится. Правда? Желание развиваться — вот что важно. Точно. Ладно, а мы с вами в Лагрессе. Было вообще здорово этих флаконов да закупить. Потому как, ну, стал я их тратить очень даже охотно. Ну и действительно, бегать в все эти расстояния снова разговор. А что за дела у вас с этой девушкой-экзорцистом Элеонардом? Во время нашей первой встречи в Норганде ее глаза были полны слез. Виллет подшутил над ней, назвав экзорцистой Плакси. Зачем вообще экзорцисту Плакси? Жертвовать одним человеком ради блага многих — часть философии Арториуса. Элеонард, похоже, это беспокоило. Она очень наивна. То, что она продолжает делать свою работу, лишь показывает силу ее характера. Похоже, претерами аббатства кого попало не делают. Просто держи рядом с ней ухо в астрово, вот и все. Кстати, этот Биэнфу, за которым гонялась Маджилу, на самом деле Малахим? Хоть он и выглядит странно, но да, он все-таки Малахим. Значит, Маджилу экзорцист? Почему тогда она называет себя ведьмой? Если она оказалась в тюрьме, то, должно быть, ее выгнали из аббатства. Или же она у нас дурак. Да, если бы даже она не была экзорцистом, то могла бы легко провернуть пару трюков с таким Малахимом. Я защищу вас, госпожа Лиану, сразись со мной демон, так? О, это смешно. Прости, пожалуйста. Зачем извиняться? Биэнфу ведь такой забавный, да? Точно. То значит, смейся на здоровье, если хочешь. Если тебе это нравится, попробуй сам скажи. Привет. Я ловля сад. Хорошо. Привет. Я ловля сад. Прекратите. Что? В чем дело? На нас смотрят. Не стоит привлекать внимание. Прости, пожалуйста. Такая зануда. Попробуем еще потом вместе ловля сад. Лайфсет. А то дэвтори деяттемиона. Хорошо. А мы с вами продвигаемся дальше. Так. Магазин, флаконов, зелий и снадобий. Но явно не ночлежка. Возможно, просто в магазин. Если мы заглянем, это нам поможет. Давайте я на всякий пожарный. Вдруг игра вылетит, сохранимся. Отлично. А теперь в магазин, я думаю, ну мы купим там флаконов цать. Сколько они стоят еще? Купить. Так. Флакон де норы. Это отправляет ко входу, а вторых флаконов что-то нет. Ух ты, приправа с квашеным перцем. Яблочное жилье. Ну, нет так нет. Хотя мы могли мясо вепре купить, чтобы их постоянно готовить. Но что-то пока отготовка тоже толку маловато. С возвращением. Похоже, вам пришлось изрядно потрудиться. Как насчет Мапокари? У меня также готов персиковый пирог, наше фирменное блюдо. Мы заключили сделку, рассказывайте. Он пастырь Артуриус отправился на север. По тракту Данана, в новейшее храмабадство, империйский престол. Ожидается, что он пробудет там еще некоторое время. Аббатство собирается перебраться туда? В некотором роде да. Они будут проводить ритуал, чтобы перенести престол империйца Безымянного. Безымянный. Иными словами, новый бог аббатства. Дело очень серьезное. Так что, думаю, там будет Мельхиор вместе с другими важными экзорцистами. Это прекрасно нам подходит. Возможно, я даже найду там нового. Хорошо. Где-то там у нас будет возможность нанести удар. Возможно. Но вам следует знать, что охрана у трона будет в полной боевой готовности. Ничего, пробьемся. Не пробьете. Обмануть охрану вам может удастся. А вот барьер, которым там установили, уже не обойти. С помощью приемов они возвели гигантскую стену, которая не пускает внутрь посторонних. Но ведь они должны сами как туда проходить. Получается, у них есть какой-то ключ? Да. Один из наших людей сейчас как раз этим занимается. Однако, боюсь... Это нам дорого обойдется? Да быстро учишься. И вот мой счет. Нормально. Убить первосвященника Мингонского собора Гидеона? А вот теперь вообще ничего приятного. Мы это сделаем. И ты не будешь спрашивать, почему он должен убить первосвященника? Думаю, потому что именно он управляет поставками нектара. Церковь — единственный производитель и поставщик этого опасного наркотика. Она получает огромную прибыль, тогда как простой народ, включая таких, своих людей страдает. Разве этих причин недостаточно? Вижу, ты заметила, что мои поручения были связаны. В этом и было настоящее испытание, верно? И ты его прошла. Неважно, насколько ты умелая. Чтобы заслужить мое доверие, ты должна разбираться не только в том, как правильно махать мечом. И нужно, наверное, толковать мои наверения. Я готова на все, если это приведет меня к Арториусу. Свои ножны я уже давно выбросила, за ненадобностью. Ясно. А значит, и само воплощение обнаженного клинка. Думаю, настало время для более официального представления. Я Табата Баскервиль, глава Крового Крылах Бабочек. Как мы попадем в усадьбу? Возьми эту эмблему с собой. Союзники Кровокрылов предложат тебе помощь. Свою честь работы мы выполним. Главное, узнать насчет ключа. Велвет, ты в порядке? Да. Но ты выглядишь... Я же сказал, что в полном порядке. На то, чтобы проникнуть в замок, уйдет целая ночь. Используем это время, чтобы как следует подготовиться, а потом передохнем в таверне. Получено знак Кровавых Бабочек. Ну, что ж. Видимо, нам надо отправляться. Снова наш друг Карта. Что он нам скажет? Нам в таверну на третий этаж отдохнули? Да ладно. Да не может такого быть. Чтобы нам дал отдыхать. Ну, видимо, дают. Нет. А почему тогда в таверне на третьем уровне мы увидели звезду... А, это, наверное, бабуля и была. Ну, еще раз с ней можно поговорить. Распещение Гидеон ночью будет один. Отдохните, а потом поговорите с хозяином таверны, как будете готовы. Внимай, гильдия. Заправляют эту таверну, причем на протяжении многих поколений. А красный шейный платок — это символ кровавокрылых бабочек? Да, тебе, похоже, много известно. Покажи эту эмблему человеку в красном шейном платке, и он тебе поможет. Ладно. Что за обсуждение? Тайные дела. Если нектар из кровавой руды запретили, потому что он вреден для здоровья, то почему они продолжают его делать? Они и делают, потому что запретили. Что? Если власть имущие говорят, что какое-то правило установлено ради общего блага, это не означает, что все будут придерживаться того же мнения. Если бы Мапа Кари и Табата объявили вне закона, разве ты никогда бы не стал есть его снова? Мне бы такое не понравилось, но если это запрещено... О! Хе-хе-хе. Ну ты в любом случае проголодаешься. Люди хотят получать то, чего им хочется. Но все запретные становятся редким, а редкие вещи повышаются в цене. Так вот почему люди это делают. Мир совсем непросто. У всего есть обратная сторона. Обратная сторона? Наемные убийцы, торговцы с секретным оружием, ростовщики, которые берут грабительские проценты. Туда же относятся пираты вроде меня, а также те, кто предложил нам пришвартоваться в обмен на информацию, да и гильдии хиловеса тоже. А еще те, кто красят цеплят синий цвет, чтобы продать их дороже, или те, кто делает ставки на бои жуков в переулке. А? И они всегда подходят к другим с улыбкой, так что будь начеку, если не хочешь пострадать. Их каких жуков они заставляют драться? Тебя заинтересовало только это? Ладно, давайте передохнем. Вверху есть свободная комната. Не желаете отдохнуть? Да. Да, капитан Айфрид действительно некоторое время пробыл на острове-тюрьме. Правда и то, что Мельхер забрал его оттуда. Однако боюсь, что мы потеряли его след. Во всяком случае, можно с уверенностью предположить, что аббатство держит его в плену. Но что им от него может быть нужно? Если их цель только в том, чтобы бороться с пиратством, то они могли бы устроить его публичную казнь или попытаться выманить тебя, верно? Но они не сделали ни того, ни другого. Гробовое умолчание. Интересно. А что если они хотят заполучить ту реликвию, которую, как говорят, Айфрид привез с далекого континента? Реликвию из заморской страны? Неужели слухи об этой странной штуковине уже расползлись? Возможно. Была одна реликвия, которой капитан был странным образом увлечен. Он берег ее, как зеницу ока. Что за реликвия? Это наше дело. Продолжать разговор о ней и я не собираюсь. Но если они гонятся за ней, то вряд ли стали бы держать его в усадьбе. Орудия пыток, а они там не держат. А уж верно. Так или иначе, спасибо, что поделился своими секретами. Желаю вам удачи в пульсках более подробной информации. Она жрет? Еще. 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 Ну прости. Я не хотела. Но я голодна. Я так голодна. Если на кону стоит выживание, то съедение старшей сестрой своего брата до того, как он неумолимо исчахнет, не выходит за границу разума. Ты не должна сдерживаться, Велвет. Поглотила цифета. Иди к черту, ты и твори о мельзительной речи. Почему она спала на полу? Что? Почему? Ты кричала. Будь осторожнее рядом со мной. Ты прекрасно знаешь, что я демон. Мне очень жаль. Проклятие. Хоть во сне, хоть наяву, это все один долгий кошмар. Столкновение предметов, есть разрушение, столкновение чувств, есть жизнь. Но предметы и орудия гораздо проще использовать, а потом отбрасывать прочь. И что это значит? Это значит, что отдых закончен. Пора браться за работу, дорогуша. Ха-ха-ха. Как хорошо, что я появилась вовремя. Только не говори, что ты тоже идешь. Буду рядом с угрюмой девушкой-демоном, и тогда обязательно появится экзорцист, контролирующий Бьянфу. И я сама себе предсказала, судьбой все сбылось. И твоим предсказанием можно верить? Я уже побывала в замке, знаешь ли? Как замечательно, что Маджилу с нами, сказали мне в будущем. Станешь у меня на пути? Это настоящее змеиное гнездо, они постоянно начеку. Да, но там есть и тени. Поищем кого-нибудь в красном шейном платке. О, и экспедиция завершена. Что ж, давайте... Ладно, давайте соберем ее сейчас. Что-то как-то не очень они в Лимонном море набирают все. Сокровища. Подвеска с красным камнем. Кулон для меня это не ценность. Как-то у нас сокровищ пока не густо. Ну и знаете что? Пожалуй, на этом мы с вами этот эпизод и закончим. Поэтому давайте скажем спасибо Мишу Лебедеву, Тому, Мишу Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Валову, Константину Захарову, Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Ну и, конечно же, всем вам огромное спасибо. Я пока тут добегу до пункта сохранения. Ну а с вами мы встретимся уже в следующем эпизоде. На этом все. Всем удачи, счастливо. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok